Добрый день и мы в очередной раз это подводим итоги нашей работы, хотя сегодня хотелось бы не только об итогах это поговорить, но и об ближайших это перспективах. Много разговоров ходит вокруг того, что необходимо увеличивать присутствие электронного транспорта в Суворовском районе и с этим очень это тяжело не согласиться. Мы говорили о том, что мы разрабатываем дополнительный новый маршрут электробусов в Суворовский район, говорили об этом уже достаточно много и вот сейчас мы сделали испытание, мы пустили те машины, которые работают по улице Балковской на 15 маршруте. Мы запустили в Суворовский район до улицы Полустовского по Семена-Полья. Сначала мы это пустили в качестве испытания без нагрузки, потом мы туда добавили мешки с песком, имитируя это пассажиров и доехали с полной нагрузкой. Заряда батареи нам это хватило, но все равно мы рассматриваем установку дополнительной подзарядочной станции на улице Полустовского и в принципе мы готовы запускать новый маршрут. Ну не хватает самой малости, это подвижного состава. Поэтому по нашим это расчетам, как мы и говорили, нам необходимо дополнительные 45 единиц машин с динамической подзарядкой, аналогичных тем, которые работают на улице Балковской сейчас. Во-первых, нам необходимо добавить на 15 маршрут, чтобы добиться этого 5-6 минутного интервала. Ну и собственно на этот новый маршрут. Так как это действительно очень серьезная финансовая нагрузка на городской бюджет, поэтому по поводу закупки этого подвижного состава мы общаемся с Европейским инвестиционным банком. Уже сейчас ведется активная работа, мы это подали пакет документов и надеемся, что в скором будущем мы выйдем на этап заключения договора. После этого чего мы выйдем на тендер и впоследствии на закупку 45 единиц новой техники. Что и позволит нам, собственно, реализовать этот новый маршрут на поселок Котовского по улице Семена-Этаплия до Полустовского. Еще раз повторюсь, такой маршрут необходим. Отойдем от таких глобальных задач и вернемся к нашей рутинной работе, к нашему ЖКХ. То, чем мы занимаемся, это каждый день. Все те инициативы, которые мы начали в нашем городе, достаточно хорошо себя зарекомендовали и их подхватили наши партнеры. Сейчас, если мы говорим о закупке новой уборочной техники, которая будет это работать по фасадам улиц, а я напомню, мы покупаем 10 единиц, 6 из которых уже мы получим на этой неделе и еще 4 до 15 декабря. Вместе с нами такую же уборочную технику это покупают и частные управляющие компании, которые будут это работать по уборке фасадов вместе с нашими ЖКХ и с нашими городские дороги по общим маршрутам, по единым маршрутам, по карте маршрутов. И уборка центра города, а также всех фасадных улиц уже в этом году в городе будет механизирована, что, собственно, это позволит сэкономить как ресурс человеческий, так и сделать нашу работу более качественной. То же самое это касается и мусорных подземных контейнеров. Эту инициативу мы начали год назад и вот уже подхватили как частные компании, застройщики, так и управляющие компании, которые начинают собственными силами возле домов, которые они обслуживают, ставят тоже мусорные подземные контейнеры. Безусловно, от этого наш город становится только лучше. На этом на сегодня, наверное, все. Мы и дальше это работаем, чтобы делать наш город еще лучше и еще чище. И, как всегда, видимся через неделю и подводим итоги нашей работы. До новых встреч!